О грандиозных планах различных компаний по превращению зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в крупнейший центр солнечной энергетики в Украине сообщалось неоднократно. Собственно, первые солнечные панели мощностью 4 МВт там должны были появиться еще в конце прошлого года. Но несмотря на столь большой интерес, первый объект начали строить только сейчас. Речь о небольшой солнечной электростанции мощностью 1 МВт, которую строит компания SolarChernobyl, ранее получившая под это дело участок площадью 1,7 гектара, часть бетонной площадки возле сооружения. Распределительное устройство второй очереди в Припяти. Как сообщает пресс-служба государственного специального предприятия ЧАЭС, в настоящее время SolarChernobyl приступила к активной фазе выполнения строительно-монтажных работ. На данный момент на территорию строительства завозится технологическое оборудование, производится установка балластных блоков под металлоконструкции, выполняется установка плит под столбы ограждения. Ведутся подготовительные работы перед монтажом металлоконструкций, установка балластного фундамента под комплектные трансформаторные подстанции, сказано в сообщении. На отведенной территории планируют разместить в общей сложности 3762 солнечных модуля. Отдельно отмечается, что для монтажа оборудования используются системы крепления фундаменты, которые были специально разработаны с учетом требований площадки и радиологической безопасности. Запустить станцию планируют уже в этом квартале. Как мы уже ранее писали, по данным госреестра, единственным бенефицером Solar Чернобыль указан Евгений Варягин, бывший руководитель проектов по солнечным электростанциям компании Active Solar. В госагентстве по управлению зоной отчуждения же утверждают, что Solar Чернобыль является совместным проектом консорциума компании Родина Энерпорк Эйджи, на счет у которого более 1800 мегаватт проектов солнечной генерации на немецком рынке, а также в Европе, Азии и США.